Вот когда закончат они, да, Маша, ты войдёшь, я просто жил и умер просто. В 2007 году книги Дмитрия Пригова без автора замолчали. Сегодня им снова возвращают голос. Артисты Артур Козин и Мария Алексеева, которые приговские строки принесли номинацию на «Золотую маску», готовят своё прочтение, им будет помогать хор. Большие команды они пытаются переосмыслить авторское наследие. Очень интересно работать с музыкой и каким образом вырасти до музыки, каким образом музыку продолжить. Это такая очень интересная актёрская задача. И очень интересно, как, например, хору подхватить одного человека, который не поёт, а пытается общаться, говорить человеческим голосом. Вообще, ну, такой для меня, честно говоря, эксперимент, я думаю, для всех. Эксперимент с произведениями Пригова, художника и мастера словесности, начала его племянница. По совместительству ещё и известный органист Екатерина Мельникова. Она взялась сделать музыкальные и евангельские заклинания, постепенно написала основу под часовой концерт. Тексты Пригова отличаются особой мелодичностью, а сам зачинатель концептуализма очень любил оперу. Появился, допустим, милиционер, но это как раз здесь, как раз, это ретро и такой совершенно другой. Это юмор, с одной стороны, а с другой стороны, здесь какой-то даже есть отсыл и к опере. Там почти что милиционер у нас речитативом поёт в середине, таким почти оперным. Но здесь тоже, мне кажется, как я стремилась к этому, удалось найти соединение этого Приговского стиха. Сегодня у сложносочинённого ансамбля первая общая репетиция. До этого они полгода учили каждой свою часть, особенно нелегко пришлось хору. Ораторию по Пригову артисты покажут завтра. Она станет одной из жемчужин Пригов-феста, который в рамках «Кряк» проводит фонд Михаила Прохорова. Клавдия Тимохович, Михаил Ткачук, Афонтова, Новости.